Доброго доброго, друзья! Очередной прямой эфир, 10 часов утра в Москве. Сейчас мы ждем, когда вы все присоединитесь. Я напомню нашу сегодняшнюю тему, это лечение психологического бесплодия. Немножко неправильно, не лечение. Мы будем говорить о проблеме, с чем она связана, оно подразумевает под собой лечение, потому что в любом случае или исцеление, это грамотнее будет написать и сказать об этом. Друзья, из какого города и как нас сегодня слышно, будьте добры. Пусть кто-нибудь напишет. Какая-то новая функция, помахать появилась, я не знаю, что это такое. Приветствую, да. Здравствуйте, Елена, здравствуйте. Волгоград. Привет, Настя. В Волгограде. Хорошо слышно, Елена, Владивосток на связи. Тоже хорошо слышно. Ну, значит, можно начинать, наверное, потихонечку. Ну, что такое бесплодие, да? Это невозможность зачать ребенка, выносить и в некоторых случаях и родить. Вот. И, соответственно, каждая из этих стадий тоже, она является часто проблематичной. Скажу так, по наблюдениям наших гинекологов и, в общем, по мировой статистике, основные причины, которые не позволяют женщине родить и зачать, они связаны с психологией. Конечно же, бывают вообще чистые случаи, когда женщина проходит обследование и ничего у нее не находят патологичного. Труба проходима, цикл нормальный, эндометрий нормальный, с гормонами тоже все в порядке, но беременность почему-то не наступает. И, конечно же, в своей практике мы рассматриваем случаи, работаем с такими, когда есть какие-то медицинские проблемы и все равно корень этих проблем родом из душевного состояния женщины, из родовых каких-то хитросплетений, которые есть у этой женщины в роду. И, таким образом, системно разматывая этот клубочек, мы решаем эту проблему. Поэтому сейчас я хочу слово предоставить Александре, чтобы она пару слов сказала о том, каковы основные причины психологически общие, из-за чего часто не наступает беременность и из-за чего, допустим, происходят выкидыши. Артем, знаешь, хочу сказать сначала, что не бывает всех абсолютно здоровых, бывают женщины даже с очень серьезными проблемами, диагнозами и гинекологией, и они беременеют и рожают. То есть даже какие-то диагнозы, они не являются... Ну, абсолютным противопоказанием. Нет, не то что, они не являются причиной бесплодия. То есть если у женщины что-то находят, это не является причиной. Все наши проблемы в голове, и только это лишь мешает. И сейчас, к сожалению, эта проблема становится все больше и больше с каждым днем, и я тоже сталкиваюсь в своей работе и работаю с такими женщинами именно с психологическим бесплодием. Я не люблю называть это бесплодием, это какой-то диагноз, в принципе. Трудность с зачатием, давай так. Проблемы с зачатием, да. То есть мы помогаем именно решить этот вопрос. И когда женщина это воспринимает как подготовку к беременности, а не как болезнь или как, да, что с ней надо вот какие-то процедуры проводить, что она как пациент, тогда совершенно другой подход получается. Ну, в психологическом смысле по-другому уже строится сотрудничество. Конечно, конечно, абсолютно по-другому. Иногда мы работаем с такими темами, которые вот может быть вообще женщина даже не понимала, что вот здесь-то вся и причина. А проблемы такого характера, они начинаются еще задолго до нашего рождения. С нами уже Филиппа пытается по-английски поговорить. Do you understand English? А, yes. Из Бразилии. Of course. Hi. Он не понимает, о чем мы тут все вещаем. Да, интересно, как он попал. Ну, эфир открытый абсолютно. Любой человек с любого точки мира может подключиться, кто пользуется Instagram. Друзья мои, вы можете всегда задать вопрос или попроситься в диалог, и мы постараемся сегодня ответить на все ваши вопросы. Вообще-то было бы интереснее, когда рассматриваешь какой-то конкретный случай. Ну, все равно, понимаешь, некоторые люди скромничают, им стыдно признаться о своей проблеме или как-то открыто на эту тему поговорить. Ну, нет, не скажи. Сейчас вот очень много женщин, которые эту проблему готовы обсуждать, потому что они прошли уже 7 кругов ада. У них не получается, а для них это важно. Я понимаю, что на прием приходят те, которые готовы. А есть люди, которые пассивно немножко к своей проблеме, они боятся ее даже слух произнести. Я могу сказать, что тема материнства, она всегда такая табуированная и всегда очень проблемно ее обсуждать, потому что у всех всегда свое мнение, каждый себя чувствует специалистом, и каждый сам себе психолог, каждый сам себе объясняет причины. И даже те женщины, которые приходят, бывает порой сложно достучаться. И результаты тоже, как правило, то есть если человек закрыт, если он убежден только в своей правоте, и с такими работать тоже сложно. Результаты не очень. Ну, попробуй вкратце хотя бы рассказать, какие основные проблемы, как правило, выявляются у женщин, почему у них не наступает беременность. Ну, как правило, это травмы собственного детства, то есть связанные с формированием материнской сферы. Все начинается еще, когда женщина была девочкой. И вот все те стереотипы материнского поведения, которые были ей навязаны в семье, ее мамой, бабушкой, женским родом. Ну, например. Например, что рожать это больно, рожать это страшно. После родов женщина перестает быть женщиной, она превращается там… Особь женского пола. Да. То есть что от родов можно умереть. Таких установок очень много. И ребенок это все, маленькая девочка, она это все впитывает, и это все прямо в подсознание падает. И когда она становится взрослой, то есть когда ты живешь, и у тебя пока, ну, тебе не нужно думать о детях, то это вообще нет проблемы. А когда приходит время материнства, то все травмы как раз и начинают включаться. Актуализироваться. Да, они все начинают актуализироваться. И этих травм может быть просто миллион. Вот Катя сразу спрашивает, да, как преодолеть страх второй длинности, много информации. Опыт неплохой, но очень страшно. Помогите, как снять этот страх. Катя, надо, конечно, вас послушать лично, потому что за этой проблемой скрывается ваша судьба, да. И чтобы вам поточнее подсказать, что у вас не так, почему именно со второй беременность так произошло. Ну вот, кстати говоря, это очень частая проблема, что женщина уже родила, то есть у нее уже есть этот опыт. И этот же опыт ей мешает второй раз. Вот у меня таких случаев было очень много, когда именно боялись старых родов. И здесь помогает и гипноз, и другие методики психологические. И с этим работать достаточно просто. То есть мы находим источник этого страха, мы его прорабатываем. То есть кто этот вирус подселил и его дезактуализирует? Да. Еще вопросы появились. Здесь много. Здравствуйте. У нас можно два года, не получается. Есть обиды на родителей за тяжелое детство. Пытался разобраться обиды, пока же дата нет. Что вы можете посоветовать? Да. Ну, опять же. Ну, вот этот вопрос надо решить и закрыть. Обиды, они могут тормозить. Это исключить. Потом все-таки надо четко знать, что в теле происходит. Вы об этом ничего не пишете. Если вы полностью здоровые, муж и вы, то тогда вопрос чисто психологический. Иногда это редкость, но бывает. Люди неправильно сексом занимаются. Ну, у нас сегодня не вопрос по сексологии, да, будет звучать. И нет, чем будем озвучивать. Но бывают и такие вещи. Банальные медицинские вещи люди не знают, что такое середина цикла, что такое эвакуляция и так далее. Казалось бы, да, в интернете можно прочитать все. Но иногда вот доходит до таких вещей. Ну, прочитать-то можно, да. Да. Плюс бывает коитофобия. Это вообще страх секса как таковой, да. И раз ни секса нет, то и детей нет. Хотя женщина может прийти и сказать, что мне не получается забеременеть. Начинаешь расспрашивать, там такое открывается, совершенно неадекватная карта. И сексологам тоже приходится с этим вместить место. Ну, знаешь, сейчас немножко другая проблема, которую я вижу. С женщинами вообще не готовы становиться мамами. Многие думают, что вот когда наступит время, я там, рожу ребенка и все самое включится. После сорока. Что это как инстинкт. Но на самом деле, при том, что нам дана такая функция, рожая детей, но у нас есть голова, которая нам мешает. Мешает. И поэтому, чтобы стать… То есть, поэтому раньше не рекомендовали женщинам в высшеучебное заведение поступать? Да, голова мешает на самом деле. И вот этот вот… Сейчас просто многие женщины живут головой. Они перестали жить чувствами, перестали чувствовать свое тело. Они теряют связь с телом. И это является причиной… Тело отвечает взаимностью. Да. И это причина тех блоков, в том числе влияющих на отсутствие беременности. Ну вот все-таки англо, что мы порекомендуем. Исходя из того, из того небольшого объема информации, которое предоставлено, это испариться от обид. Есть медитация прощения в свободном доступе. Начните работать. Месяца два-три минимум надо для того, чтобы получиться какой-то стабильный результат. Огромное влияние оказывает мама на дочь. И многие даже не подозревают, что причина, например, психологическая бесплодия – это то, что отношения с мамой не выстроены. Причем они не обязательно должны быть плохими. Но если мама гиперконтролирует, гиперопекает дочь, то дочь психологически остается ребенком. А дети, как вы понимаете, психологически рожать не могут. И поэтому беременность не наступает. То есть какая-нибудь инфантильность вечная. Инфантильность, да. И еще такой момент, когда у женщины самостоятельно не получается это осознать до конца и проработать, когда есть перинатальные травмы, то есть когда мама ее рожала или ходила беременна и всего боялась, или до этого был какой-то аборт, или какие-то стрессы произошли в семье, когда была беременность у ее мамы. Я тебе скажу больше. Даже еще до зачатия те события, которые происходили с мамой и с папой, они тоже влияют на вот это вот все. Частая проблема это когда ребенка используют как манипуляцию, как стабилизацию. Типа я сейчас рожу и тогда он никуда не денется. И вот не любовь является фундаментом рождения ребенка, а привязывание ребенка к мужу через ребенка к себе. Ну вот проблема отсутствия любви это вообще глобальная такая проблема. Когда женщина хочет завести ребенка из эгоистичных соображений не потому что она готова любить ребенка, а просто потому что она хочет чтобы ее кто-то любил. или доказать себе, мужу, миру, что вот она способна родить или там еще кому-то. Или статус какой-то обрести в виде ребенка. то есть причины да и миллион и все если они не соответствуют тому что основная и единственная причина это любовь, тогда тоже могут быть проблемы. ну и конечно отдельно можно сказать про отношения с мужчиной. Мужчина это тот, ну как бы та особь которая раскрывает женщине материнство. потому что именно ты встречаешь мужчину и если ты хочешь чтобы он был отцом твоего ребенка, либо ты подсознательно его уничтожаешь и отрицаешь на уровне подсознания, тогда естественно что именно с этим мужчиной у тебя ничего не будет получаться. Тут еще несколько вопросов. Филат 26 спрашивает. Здравствуйте. Работаете с паническими атаками или кого-то по сайтам? Мы конечно работаем, пообращайтесь. В шапке аккаунта есть вся информация для того чтобы оказаться на приеме, что для этого нужно. Почитайте внимательно. Так. Анюты Сольцев спрашивает. Можно за один сеанс гипноза убрать страх неудачного в кавычках материнства? Долго казалось, что дети должны быть другими. Ну, Ань, за один сеанс это сделать может быть сложно. Надо пробовать. Может несколько сеансов. Во всяком случае этот вопрос решается. Яна спрашивает, а как дальше жить, когда с мамой вообще не совместим? Мы с 12 лет не разговариваем, потому что одни упреки с ее стороны и до сих пор сейчас, когда мне 30, двое детей и она трепет мне нервы до сих пор. Ну, это решаемый вопрос. Конечно, на самом деле. Да, ну, знаете как, дети выбирают родителей и не случайно приходят. Чтобы получить нужный опыт. Чтобы получить нужный опыт. Если у вас такая мама, она вам для чего-то нужна. И когда вы это осознаете, то вот это все раздражение на маму, оно просто уйдет. И вы будете ей благодарны за эти уроки. Потому что их можно из минуса перевести в плюс. Угу. Угу. Так, у вопросов много, на самом деле. Так, тут консультация фактов у Люды. Много вижу случаев, когда происходит выкидыш именно тех девушек, которые еще не готовы к интересу. Ну, да, такое может быть, конечно. Так, болит почка вне киста, над чем нужно работать? Поскажите, пожалуйста, очень хорошо. Извините, что не по себе. Евгения, надо разбираться, какая почка, левая, правая. И здесь все-таки стрессы достаточно индивидуальные. И общую рекомендацию не могу дать. Не слышу вас и не видел. Так, как вы психолог для проработки детских обид? Я живу не в России, хотелось бы научной терапии. Может какие-то вопросы нужно специалисту задавать, чтобы убедиться в его компетенции. Ну, все достаточно просто. Где бы вы ни жили, сейчас, слава богу, есть интернет, и можно успешно работать по скайпу. Не обязательно возвращаться в Россию. Сложность с западными специалистами в том, что они вообще не понимают русскую ментальность. Поэтому они могут достаточно, исходя из своего мировоззрения, работать немного поверхностно. А вот докопаться до сути очень сложно. У них много клиентов, которые проводили, которые владеют другим языком и живут на Западе, обращаются там, но не получали должный результат. Не потому, что специалист плохой, а просто понимания нет, откуда все это берется, что такое Советский Союз. То есть вообще представления никакого нет. И крайне сложно вникнуть в нашу русскую такую ментальность. И понять, откуда могут расти проблемы и с чем они были связаны. Поэтому первое – это найти, во-первых, человека, который понимает вашу историю, образ которого вам вызывает некое доверие. То есть у человека не должны быть эти проблемы. Если вы обращаетесь с детскими какими-то вопросами, то человек должен быть семейный. То есть у него не должно быть каких-то своих блокировок относительно деторождения. Жадно, чтобы у него было не менее трех детей. Все-таки, когда появляется такое количество, все идет хорошо. Плюс опыт работы. То есть если лет пять человек уже работает, то он уже что-то стоит на этом рынке и что-то может вам хорошее сделать. Ну и плюс всегда в работе есть первичная консультация. Вы можете обратиться, послушать. И если вам все понравилось, на все готово, вам специалист все доходчиво объяснил, значит проблем никаких нет. Если что-то не понравилось или вы сомневаетесь, сходите ко второму мнению. Вот так это работает. Так, дальше идем. Так, не дописала. Нервы мои совсем сдали. Болит шея, затылок, запястье левое. Это все по поводу почки, там, судя по всему, вопрос идет. Ну, сейчас не буду отвечать на него и так далее. Слишком уж. Вот тебе комплимент. Красивая жена у вас, Арсен. Спасибо. Спасибо, Яна. Наслаждаюсь каждый день. Здравствуйте, беременна. Когда в планах следующий курс осознанного материнства? Ну, я сейчас точно не могу сказать, но, скорее всего, возможно, в конце апреля. Да, то если буду знать точно, я объявлю обязательно. Анна Роддин спрашивает. Здравствуйте, беременна три раза из них, два раза родила. Одна беременность сделала медикаментозный аборт, был большой страх, все время плакала и стерила. Через четыре месяца забеременна снова родила дочку. И что? А в чем вопрос? Друзья, а когда вы им задаете вопрос, я не знаю, на что отвечать. Я буду догадываться, да? Или вы хотите просто поделиться радостью? Тогда мы рады за вас. Пожелаем вам успеха, дальше вам интересы. Так, 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 какие-то еще вопросы пропустили. А, кстати, когда я анонсировал этот эфир, было несколько вопросов, которые я забыл озвучить. Значит, первый вопрос касался мужского бесплодия или сложности с зачатием из мужчин. Здесь две, как правило, доминирующие программы есть. Первая – это программа смерти. Потому что, если ребенок в родовом клане ассоциировался с смертью какой-то, то тогда у мужчин будет психологический запрет. И второй момент, когда он ощущает себя недоминирующим самцом. То есть, если был очень активный папа, когда он подавлял всех мужчин вокруг, мальчик вырастает инфантильный и, знаете, как волчий стая, да? На самку имеет право только самый сильный вожак. Если ты в своем стадии второй сорт, ты даже забудь об этом, даже не думай, не мечтай. И вот, если такая программа есть, то, соответственно, а зачем нормальная сперма, если и так ничего не светит? Причем это на уровне подсознания происходит. Вот две основные такие мощные базовые программы, которые бывают у мужчин. Ну, конечно же, возможны какие-то индивидуальные варианты. Поэтому я вам только общую информацию могу дать. Плюс там был вопрос, касаемый, значит, трубной, по-моему, беременности, да? Что-то потом удали трубу. Почему? А, был вопрос, в чем причина трубной беременности? Почему вот внематочная беременность происходит и приходится трубу удалять? Скорее всего, скорее всего, да, надо, опять же, я еще раз повторяю, мы все уникальны индивидуально. Но когда с другой проблемой, это прообраз матери, это прообраз собственных родов. То есть надо смотреть детско-материнские взаимоотношения у этой женщины, тогда можно получить ответ на вопрос, почему там первая беременность была внематочной, да? С чем она была связана? С какой-то щей-то травмой, может, травма мамы или травма ее сестры. Ну, там вариантов тоже очень много. Так, еще вопрос. Так, родила дочка с удвоенной почкой слева, потом родила второго ребенка с обширной гемангиомой лица слева. Почему рожаю с патологией? Не отразится ли это на моих детях? Ну, немножко тавтологичный вопрос, опять же, друзья мои, тут очень много может быть нюансов. Либо вот точнее задавайте свой вопрос и описывайте свою историю, тогда все будет хорошо. Ну, такие вопросы вообще надо, ну, невозможно ответить, наверное, так вот. Не знаю, здесь надо изучать родовую вообще систему всю человека. Что в роду происходило, почему такое может быть? Ну, и, конечно же, саму женщину. Смотреть на ее какие-то... Вот женщина пишет, у меня эндометриоз, и пока не получается забеременеть. Скажите, в чем может быть проблема? Очень хочу детишек, но пока не выходят. Ну, как правило, эндометриоз, уж отвечу, да? Беседуя с своими даже коллегами, гинекологами, это все равно проблема личной жизни. Это значит, я недостаточно чувствую себя хорошей женщиной. Вот одна из, одних из драйверов, которые есть. Ну, такой общий. Опять, эндометриоз не является 100% причиной для того, что невозможно забеременеть. И, кстати говоря, здесь еще имеет значение питание. Например, эндометриоз бывает, вот я сейчас работаю с темой питания, да, и эндометриоз бывает как причиной, если очень много молочки употребляете, попробуйте уберите молочку вообще из рациона, и эндометриоз может уйти. Вот, а с другой стороны, эндометриоз сам по себе очень неплохо лечится герудотерапией. Пожалуйста, обращайтесь к нашим гинекологам в клинику Неовитов в Москве, и мы решим эту проблему. Сразу продиктую телефон, потому что часто спрашивают 8-495-983-10-20. Записывайтесь прямо к гинекологу на прием, и вам это помогут проблему разрешить. И если все-таки есть еще блок психологический очень большой, тогда еще плюс к психотерапевту и все. Вопросы решим. Так, Надежда спрашивает, у нас в 30 лет вырезали опухоль в щитовидной железе, сейчас в этом же возрасте узел появился у меня, но меньше чувствую, есть связь. Как это оставить, боюсь передать это дочери. Ну, щитовидка – это самосознание, это уровень своей уникальности и индивидуальности. Здесь, в этом месте образуется ваш уникальный голос. Если с голосом какая-то проблема, где-то было подавление, может быть, смерть какая-то в роду была. Здесь, опять же, вариантов миллиард. Тем более, если это наследственный характер имеет, то это серьезная травма. Ее надо расшифровывать, лучше сделать это со специалистом внутри ее. Когда можно тестирование провести определенное, когда можно в транс человека ввести и через транс получить всю эту информацию. Это уже, хотите реально решить эту проблему, ищите лучшую очную помощь. Либо заявляйтесь в эфир и стрим этот мир вместе, и в порядке очереди я вас возьму, посмотрю ваше биополе и скажу, откуда ноги растут и что нужно с этим будет сделать. Так, почему случается замерзшая беременность? Замерзшая. Замерзшая. Опять же, здесь однозначного ответа нет на этот вопрос с точки зрения психологии. Нет, здесь просто надо смотреть, какая программа есть. Да, именно на этом ребенке, по количеству которой есть, что отыгрывается? Бывает еще такая программа у женщины. То есть, я позволяю себе беременеть. То есть, я доказываю себе, с одной стороны, что я могу это, но я не позволяю плоду развиться. То есть, я не даю этому жизнь. И почему так происходит? Здесь надо опять вот прям анализировать каждый случай индивидуально. Следующий вопрос от Мари идет. Можно вопрос не по теме. Долго не могла забеременеть, пустила ситуацию, родила доченьку. Теперь мало молока и не хватает моему ребенку. Почему такие тормоза в голове? Но если не хватает молока, это значит, есть какой-то эмоциональный блок, связанный с уже рожденным ребенком. Либо младенческая смерть в роду была. Либо, может быть, еще вопросы чисто банального питания. Знаешь, иногда мамочке бывает тоже кажется им, что не хватает молока. На самом деле, молока полно. Может и так. Здесь надо тоже понимать, сколько ребеночку, насколько объективно это. Или это просто ощущение. Здравствуйте. Интересно, почему у некоторых пап получается однополые дети? Есть ли какая-то причина этого? А это дело в родовой системе. То есть для баланса всегда рождаются те дети, которые должны быть, если доминирует какой-то пол, значит его не хватало очень долго. Такая программа. И не бывает наоборот, что если в роду отрицался долго этот пол, например, вот женщину, отрицали, то потом другие поколения наоборот рожают больше женщин. Доказать, что есть гармония в жизни. Да, да. Так, лекция про молочку супер. Кто тебе, видимо, хотят, чтобы ты лекцию про грудную скармину рассказала как-нибудь. Ну подумай об этом. Это кто-то, может, из моего курса сейчас сделает девчонок. Наверное. Аутизм. Сейчас пятым беременным. Боится, что больной. И что, Илона? Вот что вы? Рассказали об истории? В чем вопрос? Да, вопроса нет. И потом, когда вы спрашиваете за кого-то… Это не всегда корректно. Да, не всегда корректно. В том, что я не уверен, что вы корректно передадите информацию. И тем более, что я не могу на 100% точно сказать, пока не скажу. Доброе утро. Скажите, если муж не хочет детей, стоит ли… Его переубеждать. Его переубеждать. Ждать. Или все-таки спокойно расстаться и быть с другой половинкой, который готов к семье. Спасибо. Смотрите, то есть вот уже в вашем вопросе есть сомнения. Понимаете, если бы вы хотели и были уверены в своем мужчине, вы бы второй вопрос не задали, да? Спокойно расстаться и быть с другой половинкой. То есть внутри у вас есть уже какая-то червоточинка. То есть, скорее всего, вам надо просто укреплять ваши отношения с мужем. И тогда и детей он захочет, и они будут как продолжение вашей любви. Понимаете, вот эти вот все проблемы многие – это именно из-за неотлаженных отношений между мужчиной и женщиной. Женщины часто манипулируют этим, и мужчины тоже, в свою очередь, очень много сопротивления, потому что они чувствуют, что ребенок – это будет способ меня, ну, держать, вот, да? Как ошейник такой. И мужчины это четко всегда чувствуют. Поэтому, если у вас есть такая подсознательная игра «я рожу ребенка», и тогда этот мужчина будет вот пожизненно мне должен, да, могут быть такие вот вопросы. Так, здесь много очень вопросов появилось. У ребенка нет грудной мышцы, и рука, короче, недоразвитая генетика, спонтанная мутация. Как психологическая проблема дала эту мутацию? Опять же, очень такой специфичный вопрос и специфичный случай. Надо смотреть. То есть, может быть, ребенок таким образом напоминает какого-то предка, который был лишен руки, погиб на фронте или еще что-нибудь. Травма – это осталось в подсознании родовой, и он таким образом проявился, если о нем забыли. Или такие вещи могут быть, когда кто-то в роду без вести пропал. Ну, как следствие, погиб, потом, может быть, узнавание информации. Вот эта вот тайна, она таким образом проявляется для того, чтобы скомпенсировать родовую систему. Вот интересный вопрос тоже очень часто задают. Про аборты от мамы? Да, как отработать аборты мамы, и как они могут сказываться на моей жизни. Никак вы не можете отработать аборты мамы, потому что это ее аборты, и это ее такая, скажем, личная история. Если вы сами этому придаете огромное значение, то вы как бы берете на себя часть этой истории и продолжаете ее нести дальше, это эмоциональный заряд. Вы маму как бы в этом должны простить, отпустите это как бы, да, ее жизни, ее был опыт, и он никак не будет на вас влиять. Ну, если к вами есть состояние любви, признания и благодарности, тогда ее опыт перестает влиять. Вы выходите за границы одной личности, любовь, она расширяет границы самого человека. Знаешь, многие начинают со всякой ерунды и потом начинают думать, вот у моей мамы там были аборты, значит, это на меня повлияет, у меня там будут какие-то несчастья. Если нет осознанности и нет любви, то, конечно, будет влиять. Эти программы есть. Но опять, если ты это все мусолишь, если ты постоянно об этом думаешь, что это будет влиять, оно действительно будет влиять. Ну, тогда может и Луна влиять. И Меркурий, и Сатурн, и опять-таки. И Путин по телевизору сказал, все, завтра все, не урожай будет, или урожай наоборот. Лучше выбирать свои мысли, да, свою жизнь строить так, как вы хотите, но при этом, еще раз говорю, для того, чтобы род очистился, нужно любить себя и любить всех своих предков. Так, у Сатурн обнаружил лишний зубик сверху, он читался уже всего, пишет, что это привет от наших предков, так ли это. Но если есть лишний зубик, пусть он будет, он же не мешает, только помогает, поэтому, чего переживать-то. Во-вторых, я думаю, речь идет о молочных зубах, скорее всего, поэтому, что-то прекрасное. Многие мечтают, чтобы были зубы, а их иногда нету. Здравствуйте, я хочу забеременеть и родить здорового ребенка. Как себя настроить на зачатие, здоровую беременность и роды, и, конечно, рождение здорового счастливого ребенка? А вот так и надо настраивать, вы должны быть в этом уверены просто, что будет именно так. Конечно, надо поработать с мамой, чтобы у вас, ну, вообще на момент зачатия не должно быть никаких у вас конфликтов ни с родителями, ни с мамой, ни с близкими родственниками, ни уж тем более с мужем, с отцом ребенка. То есть у вас должна окружать любовь, да, вот взаимопонимание и атмосфера в семье, где должен появиться новый ребенок, она должна быть вот просто максимально насыщена любовью. И тогда у вас точно родится абсолютно здоровый ребенок. Без проблем. Ну и, конечно, полезно будет пойти поучиться там, где, ну, подготавливать психологически, если такого опыта нет, там, мама не передала его, не научила, да, не внушила, что с тобой будет хорошо. Конечно. Значит, кто-то это должен сделать, пройти курсы, да, и настроиться на нормальную беременность, и проблема будет решена. Так, что может, может ли чувствовать жена, что у мужа где-то на стороне родился ребенок? Лариса спрашивает. Ну, может, конечно. Жена может вообще все, что угодно чувствовать. Как расшифровать это? Вот в чем спрашивает. Ну, это же, может быть, паранойя, с одной стороны, такая, да, женская помесь на ревность? Ну, может и нет. Ну, мы-то не можем узнать это с тобой, понимаешь? Может, может чувствовать, да. Или вопрос, что будет чувствовать женщина, когда узнает о том, что у мужчины родился ребенок на стороне? Ну, знаете, если она почувствовала только, когда уже родился ребенок, значит, у нее и с унтуицией что-то не в порядке, и с отношениями уж точно. То есть, это же сколько должно было времени пройти, да? Муж уже должен был найти эту женщину и… Что-то сделать за 9 месяцев до этого, да? Что-то сделать и 9 месяцев должно было пройти, да. Если она все это время не чувствовала, что что-то поменялось, то вопрос к женщине. А чем ты занималась все это время, да? И ты вообще обращала внимание на своего мужа, на свою семью? Где ты была в этот момент? На его предложение, которое он высказывал иногда, а тебе было не до этого. Ну, то есть, очень много нюансов может быть, которые заводят взаимоотношения в тупик, и человек ищет компенсацию. То есть, фокус внимания надо сместить не на мужа и там, родился ли у него ребенок, а на себя, да, прежде всего. Что с вами происходит? Вот Лида подтверждает, да, есть такой, без вести пропал. Ну, видите, да, вот такие вещи это происходит, вот это уже оба наблюдения, связанные с какой-то неясной историей. Поэтому, когда вы эти факты сопоставите, постарайтесь все-таки найти какую-то информацию о без вести пропавшему человеку. Хочешь что-то выяснить, сопоставить эту, то эта проблема как-то может скомпенсироваться. Дальше идет вопрос, не мешается за один коммент? Не мешается. А, понятно, сори, теряется смысл. Понятно. В эфир выходите, можем взять кого-нибудь. У нас там сейчас, смотрю, кто-нибудь заявился или все стесняются сегодня? Да, сегодня все стесняются. А зря. А зря. Мы могли бы очень хорошо поработать. Это не исцелим весь мир вместе, когда там очень, я не успеваю со всеми поработать. Так, а еще вопрос. Так как у меня эндометриоз и у мужа мужской фактор. После длительных проверок нам сказали делать эко. Попытка была в декабре, но плод не прикрепился. Сейчас жду следующего ребенка. Следующие попытки, следующие попытки. А где вопрос-то? Я не вижу его. Да, вопрос в чем. А, вот нам дальше. Что сделать, чтобы эта подсадка прикрепилась? Ой, смотрите, ну у вас уже опять, понимаете, вы уже такой терминологии технической. Подсадка. Подсадка. Прижилась. Как будто вы какой-то, я не знаю, искусственный орган или, я не знаю, растение пытаетесь подсадить. Поменяете к этому уже свое психологическое отношение, понимаете? Вы к этому уже не относитесь как к чуду. Рождение, зачатие, рождение новой жизни – это вообще чудо. И когда здесь уже такая терминология подсадка… Таня не стесняется. Очень, очень, как бы сложно. Сейчас мы Татьяну добавим. Надеюсь, у вас. Все хорошо с интернетом. Ой, ну я вообще-то вот тема все с эколой, она меня всегда… Выдорожит немножко. Ну, ребят, ну на психотерапии в любом случае, тогда будет понятно, да. Если вам вот вы прошли все и поработали с психологами, и у вас… Доброе утро. Один шанс остается только… Так, Таня. Сейчас мы договорим. И даже если вам предстоит ЭКО, обязательно работайте с психологом. Вот просто обязательно. Таня, слышите нас? Здравствуйте, да. Да. Да, здравствуйте. В чем вопрос? Вопрос. Да, Артем, я у вас уже была на «Неосцелим этот мир вместе». Вы скажете, что у меня большая привязанность к маме. Да. Я еще раз повторюсь, что у меня вот удалили щитовидку, поставили у нас бесплодие в том году, и вот оттуда что-то вот прям вот понеслось. И щитовидка, и камень в почке, и в общем… В общем, как-то все, эмоциональное состояние стало хуже. И вот вы говорили про страх перед родами. Я с детства наслушалась, как же это больно рожать. Бабушки, мамы все сидели, говорили, как они падали на колени, кто-то пеленки с собой рвал. И в итоге, да, в итоге у меня страх, я думаю, зачем эти дети нужны вообще так вообще переживать. Я вот смотрела на детей, я не понимала, как их можно вообще хотеть. Но в итоге у меня вот 37 лет, да, и я вот сейчас планирую, пытаюсь и вот как-то… Ну… Я думаю, что все… Да. Нашла вопрос. Ну, смотрите, а состояние-то у вас уже получится, Татьяна? Да, да, да. Значит, давайте начнем с этого. Динамика на лицо, то, что называется, да, и по ощущениям есть, и труд к себе приложили, это приятно осознавать и ощущать. Надо просто продолжать собой заниматься, да, постепенно перестать себя воспринимать больным человеком, да, и забыть про то, что там, считай нитка, это, это, это. То есть не станете циклиться на этом. Да, я здоровый человек. Вы здоровая женщина. Да, абсолютно молодая, здоровая, способна, да, зачать, выносить и родить здорового ребенка. Способна думать, чувствовать, переживать. Живите с этой установкой, да, начните жить с этой установкой, и ваше тело, и все вокруг вас будет перестраиваться именно согласно вот вашей установке, понимаете? То есть все на самом деле, да. Я сейчас у вас на вашем курсе на детоксе, и вот прям вот, да, да, за пять дней прям вот, ну, колоссальные вообще результаты, какая-то и легкость, и энергия, и вера в себя, и, в общем, все это помогает. Ну, отлично, да. Отлично, да. А это еще только начало, это только пять дней прошло, да? У нас впереди еще три недели. Мы еще будем работать, Таня, еще вот у нас будет как раз, мы будем работать с подсознательными программами, так что все. Так, дайте. Да, спасибо. Все, Татьяна, да? Ну, удачи вам, продолжайте работать. Голос перебивался, ну, пойдем дальше, у нас еще много вопросов. Так, подскажите, пожалуйста, мне 33, двое детей, хочу третьего, но появился какой-то научный страх, что ребенок может родить серьезные потолыки, как от него избавиться? Все в гипнозах? Ну, ладно, не всем гипноз, конечно, нужен, но смотрите, у вас же уже есть двое детейшек, то есть вы уже прошли этот путь, у вас есть этот опыт, у вас получаются хорошие, замечательные дети, почему у вас должно быть что-то не то? То есть, опять, внутренние страхи, иногда вот женщины могут себе придумывать, ну, реально придумывать то, чего нет. То есть, с одной стороны, это, конечно, хорошо, креативность, но с другой стороны, креативность мешает жить. Такие фантазии могут напридумывать. Больные. Да, реально, поэтому просто, ну, не придумывайте, да, живите реальностью. Света спрашивает, подскажите замерзшей беременности в раннем сроке, в чем причина, помогите понять. Мы уже говорили над темой, но вопрос повторяется, видимо, Света только подключилась к нам. Мы говорили, здесь надо смотреть именно ваши программы индивидуально. Почему они возникли у вас? В связи с чем? В связи с чем, да. Так, Лена Кравчук нам хочет приценить, сейчас мы возьмем эфир. Это знакомая фамилия? Нет, я просто так правильно прочитала. Да, я просто сказал Кравчук. Лена, надеюсь, с интернетом все хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. С мужем уже 4 года планируем, ну, не планируем, разговариваем по поводу второго ребенка. Он безумно хочет, первой дочери 7 лет, а у меня стоит какой-то блок. Я постоянно нахожу какие-то причины, отговорки. Тело мое тоже ведет себя достаточно странно, то есть появляются какие-то гинекологические проблемы. С чем это может быть связано? Вы какая у мамы? Вторая. Вторая. Как мама вас рожала? Ну, тяжеловато было, но как бы все в порядке. Что значит тяжеловато? Ну, понятно, что все в порядке. Роды очень, роды долго очень длились. Ну, что там, безводный период длительный был, обвитие было, что было? Нет, обвития никакого не было, но просто вот длительный период родов и все, ничего такого. То есть по шкале Абгар вы с какой цифрой родились? На этот вопрос не могу ответить, не знаю. Ну, на него надо ответить, чтобы понять на самом деле, что происходило. Понятно, да? Есть такая медицинская шкала Абгар, когда оценивается жизнеспособность ребенка. Как он задышал сразу, закричал ли, понимаете, активен или синий родился, понимаете. И вот сама проблема, с чем была связана, надо точно знать. И как мама это пережила? То есть как она себя чувствовала в этот момент? Вот ее иммунные чувства, они влияют на тот страх, который вам блокирует, ну, вашу естественную потребность. Смотрите, мама, например, у нее могла быть такая мысль. Понятно, что когда вы уже стали хорошей взрослой девочкой, мама, может, такой забыла, конечно, да? Но вот, например, после тяжелых родов мама могла подумать, зачем мне вообще нужен был второй ребенок? Чуть не умерла. Ну, нет, на этот вопрос точно могу ответить, что нет, таких мыслей не было, потому что она меня очень сильно ждала. Ждать и получить разные вещи, знаете, бывает, человек что-то ждет, а потом разочаровывается. Ну, на какой-то момент времени, если вот эта эмоция в подсознание залезла, она потом портит будущую реальность. Она могла, конечно, ждать, и потом в итоге, когда получились, например, такие трудные роды, она могла, ну, некое, да, испытать разочаровывание. Знаете, как ребенок ждет новый велосипед, потом получает и в первый день врезается в забор, и какое он чувство при этом испытывает? То есть это только с мамой? У меня просто были мысли по поводу того, чтобы это все-таки отец, потому что когда мама сообщила ему о том, что беременна, он не особо обрадовался. Ну, может быть, это дополнительный элемент вашей истории. Это дополнительный фактор, да. Мы начинаем от печки всегда с мамы нас смотреть, с основы, то есть как вот родовой канал, да, работал, и как энергия, движение через вас идет. Раз она застряла, и у вас страх есть определенный, это мама предопределяет, это ее чувства. Папа мог добавить сюда этот гвоздь своим поведением и отношениям, и она это все внутри носила, понимаете, да? И вы совершенно подтверждаете практику того, что, как правило, стрессов несколько. А одна мысль патологическая на второе чувство накладывается, ну, понятно, несколько историй, и тогда она застревает, подвисает внутри. Знаете, как вот на компьютере несколько программ начинают друг с другом конфликтовать, и компьютер виснет. Вот то же самое с психикой человека происходит. Поэтому это надо расшифровать до конца, разнести по полочкам, как говорится, да, и тогда страх этот проработается. И еще раз хочу сказать, самостоятельно, если не получает это сделать, не нужно тратить время, да, обращайтесь к профессионалам, и вам быстро помогут это все решить. Угу. Но с медитацией прощение работать? Конечно, работать безусловно, но, может быть, там еще что-то есть, о чем вы не догадываетесь, информация какая-то от вашего сознания скрыта, и вы ее боитесь, ну, осознать до конца. А и мама что-то может скрывать. Хорошо, поняла. Еще один фактор, кстати говоря, это отношение с мужем. Мужам все прекрасно, в том-то и дело. Мужам все прекрасно, да, но бывает такое, что если какие-то вот даже на таком совсем глубоком где-то уровне, ну, какая-то может быть обиды или там, не знаю, какие-то вот недоговоренности, это тоже может немножечко расшатывать. То есть, не то, что какая-то там серьезная, да, там, скорая или что-то, а какой-то вот, ну, бывает немножко на мужчину, когда женщина обижена, то уж рожать ребенка, да, ну, как бы вот тут начинается. А ваш муж какой по счету у мамы? Тоже второй. Тоже второй. Тоже второй. А как мама к вашему браку отнеслась его? Ну, сложновато. Вот там такое ощущение, что его тянут немного, да, сам-то он ничего, но за ним стоят люди и его оттягивают от вашего счастья. Вот я это чувствую, да. Есть такое, да. И вот с этим надо тоже проработать ситуацию. Я бы медитацию прощения еще на его маму делал. Хорошо, я поняла. И тогда из каких-то там ополченцев, да, которые вам придят, они превратятся в нейтральных людей, которые вам помогут. Хорошо, я поняла. Буду работать. Ну, все, удачи тогда, да. Спасибо. Так, идем дальше. Еще есть вопросы. Если не проходит любовь… Не приходит. А, не приходит любовь, это значит, что есть внутренний блок или закрытость, или просто душа внутри не созрела. Не готова, нет, не получается. Нет, не получается какой-то одной причины. Конечно, это нормально бывает, что… Еще раз говорю, проблемы очень часто сочетаются. Человек может одно осознавать, две осознавать, их там три или четыре. Вот мы сейчас поговорили, я выявил несколько блоков, с которыми надо системно работать. Потому что жизнь подбрасывает истории, у которых нет одной причины. Если была бы одна причина, то вы бы с ней легко сами справились. Еще у нас один запрос в эфир есть, сейчас два человека возьмем. Время у нас неумолимо идет вперед. У нас осталось 10 минут в эфире. Да, и потом вопросы мы ответим. Сейчас последнего эфира возьмем. Просто… Здравствуйте. 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 Как Вас зовут? Здравствуйте. Я уже с Вами была один раз в эфире в январе. У меня последний вопрос был ходить в бассейн. Так. Я вот начала с марта месяца учиться плавать. И как? Успехи? Успехи? Ну, в среднем очень тяжеловато было немного привыкать к воде. У меня страх почему-то захлебнуться даже в воде в бассейне. А так, ну, мне вообще нравится. И нравится то, что я что-то делаю как бы по преодолению своих страхов. Что я пошла и как бы цель свою добиваюсь. Вот. Я хотела бы узнать, я хочу и шла как бы заберевенеть. Немножечко есть такой страх. Я вот писала просто как настроиться на рождение здорового ребенка. Я недавно замужем и вот планируем изучать. И как бы я хотела бы попросить посмотреть мое поле. И вообще как бы есть, конечно, какие-то определенные нюансы по здоровью у меня с щитовидкой. Но я сейчас тоже получается получаю через питание и плюс дополнительно через гормональный вот этот рост принимает. И как бы над этим работаю. И хотелось бы узнать по полю. И как-то я понимаю, что это от меня зависит все мое настрой. Он у меня то есть, но иногда если начинаю больше думать. Ну, как говорится, иногда страхи. А иногда думаю, рожают же женщины. Это как бы нормально. Это природой заложено все рождение ребенка. И дети здоровые рождаются. Ну, у меня многих подруг, родственников. А вот просто иногда страх такой, что вдруг на мне что-то может именно... очередь закончится. Ну, у меня и такое немножечко есть. Это, видимо, у вас как-то и по жизни тоже. А вдруг на мне хорошее закончится, да? Да, есть такое. Чисто советский страх. Приду в магазин, а там ничего не будет. Поэтому надо записываться заранее или подстраховаться, да. А вы сами не чувствуете ребенка в поле? Вот мне иногда снится, да. И просто я вот сейчас тоже начала, говорят же, поговорить со своим ребенком, чтобы пригласить. Я вот на днях это сделала. Я уже его люблю, как говорится, все. И мужу говорю поговорить с ним, ну, чтобы он пришел к нам. Я надеюсь, просто мы не планировали, потому что вот пока восстановление было, ну, проверялось, да, как говорится. Ну, как я ко всему готовлюсь. Имеется, прошла отследование. Вот чувство есть, вот именно ощущение того, что вот он уже рядом у вас? Не знаю даже. Вот почувствуйте. Понимаете, ребенок, к тому, как прийти, он всегда… За несколько лет порой. Он бывает даже за несколько лет. И бывает душа вот настолько рядом, что женщина просто не то, что ощущает. Она даже вот уже можно сопротивляться, хотеть, не хотеть, но эта душа пришла, и ты ничего не можешь, как бы, да, вот… Все состоится. Все все равно, он все равно родится. Да, понимаете, вот почувствуйте, вот почувствуйте просто душу своего ребенка, что он уже рядом, да, и с ним все в порядке. Это я, получается, должна это представить или это я, ну, как бы, прочувствовать, да? Прочувствовать – это реальность. Прочувствовать – это реальность, понимаете, да? Он уже у вас в поле есть. Я очень надеюсь, знаете. Да, я вам простой пример приведу. Когда человек выбирает, допустим, куда поехать ему отдыхать, он думает, вот я поеду на море. Он сразу представляет себе море, причем без проблем, да, потому что море все видели. Или выбирает поехать куда-нибудь в среднюю полосу, где нет моря, да, но есть какая-нибудь равнина или речка. Он все легко представляет речку. Вот с точки зрения визуализации или воображения, нет никакой разницы, что представлять. Это только индивидуальные страхи человека могут, как бы, заставлять пугать. А как это возможно? А на самом деле, если вы это легко примете, вы легко это почувствуете. Точно так же, как представите, может быть, море и почувствовать, как бриз с моря вам немножко расправляет щеки, да, или брызги волн, если там волнение на море сегодня, да, на вас летят. Вот это все легко представить. И с ребенком все то же самое. Ничего сложного нет. А, получается, это мне надо дать немножко поработать, а я просто подумала, что я уже хожу и чувствую ребенка. Нет, да. Ну, бывает и так. Ну, если, как сказать, есть свои предрассудки, страхи и неуверенность, нужно это в голове немного прокрутить, да. Значит, вы своим страхом можете блокировать как раз ощущения. Ощущения и наступления, как следствие. У ребенка уже в вашем поле, но вы его как бы отгоняете своим страхом, понимаете? А когда вы почувствуете его, что он вот уже пришел, то ваша страх рассеется и вам уже будет не до страха. Вы поймете, что все, вперед, да, надо дать дорогу. Мне чаще просто визуализировать и об этом думать и представлять, да? Конечно. Не отрицать эту мысль, это будущее, тогда оно проще к вам придет. Вот все очень просто. Знаете, как, ну, ходите в фантазию, потому что иногда фантазирование это тоже не хорошо. Когда женщина себе нафантазирует, да, так, вплоть до того, что он там с голубыми глазами и белыми кудряшками, а ребенок там другой родился немножко, отмечается, да. Ну, то есть, вот. То есть, вы представляете? Хотела мальчику, родилась девочка или вот такой? Нет, вам просто надо даже не в голове эти ощущения какого-то тела, вы должны это чувствовать, понимаете, да, разницу между просто не ставить и почувствовать. Ну, вот по ощущениям у вас, знаете, более солнечная энергетика, то есть, вода вам все хорошо дает, но когда будет солнце побольше, ну, и состояние ваше будет лучше. И тогда все проще произойдет. То есть, два-три месяца у вас в запасе есть. Понятно, да, о чем мы говорим? Да. Вот. И все в порядке. То есть, вы над собой работаете, я это вижу, это чувствую, но надо просто немножечко дождаться. Я просто думаю, вдруг я что-то не проработала и как-то, вот даже когда медитацию прощения я делала, у меня, конечно, знаете, дрыгалось, тело дергались, прям ноги просто так. Хотя я расслаблена полностью, у меня вот начинается вот ту нога, ту рука, я же прям не могу. Ну, я ее где-то 21 день подела, потом у меня был перерыв, и я никак не могу начать, чтобы месяц был. И к маме у меня вообще любовь легко идет, к папе тоже любовь идет, но вот это прощение, ну, как бы я их очень сильно люблю и папу, и маму, но немножко обидки есть где-то на папу. Единственное, у меня у мамы сейчас нет. Надо от этого совсем отказаться, да, уйти от этих немножко обид, чтобы их вообще не было. Да, уже все равно лучше сейчас. Ну, это чувствуется, я вам еще раз говорю, просто продолжайте в том же темпе, и оно все естественным образом с весной и начнет в вашу жизнь входить. И чем больше будет солнце, тем лучше у вас дела будут. Спасибо большое вам за эфир, я вообще очень благодарна, я все слушаю, каждый раз думаю, где-то что-то, ну, во мне отвлекается. Спасибо вам большое, счастья вашей семье. Все, да, спасибо, удачи вам. До свидания. Так, идем дальше, вопросов очень много. Так, здравствуйте, простите, родовое прощение путем медитации. Послушать нужно сначала ваше аудио, да, где найти в шапке аккаунта все ссылки. Так, давай. Вспомнила, что хотела дочку и плакала. Когда узнала, что будут сыновья, плакала. Как это могло повлиять на моего культуры? Ну, все наши ожидания, придуманные, наверное, какие-то, да, они вот могут потом давать такое разочарование. Не надо никогда ждать дочку или сына. Понимаете, приходит душа к вам. А там она сама определяется. А вот она, дочка или сын, это не важно. Важно то, что вот когда вы в любви находитесь, у вас любовь, она внутри вас, и любовь между вами и вашим мужчиной, то такие дети, они, ну, как бы, приходят в другие, как бы, души. Конечно, можно запрограммировать, но это более тонкий вопрос, и не на этого эфира. Но здесь нужно... Можно, но надо научиться не привязываться к любому результату. Это не всем дано. Значит, очень интересный вопрос. Добрый день, у нас мужа 22-летняя дочь. Она иногда утверждает, что не хочет замуж. Детей тоже не хочет. Как нам на это реагировать? Или не обращать внимания? Спокойно. Она, может, просто еще не дозрела. Многие дети, находясь в подростковом возрасте особенно, или не выйдя из этого возраста, 22 года ни о чем не говорят. Сами отрицают свою взрослость. Это как-то еще не дозрела. Да, а пройдет какое-то время, через два года вы можете своего ребенка вообще не узнать. И то, что она... Вы можете просто ей говорить спокойно, что это твое абсолютное право. Как ты захочешь построить свою жизнь, так и выстраивай. Да, то есть никогда не делайте из-за этого, ах, она это говорит, это что-то ужасное. Никогда так не реагируйте. Спокойно. И когда придет свое время, она повзрослеет, станет взрослой женщиной, у нее все может уменьшиться. Галин спрашивает. Через пару недель роды будут в кесаре. Появился страх перед операцией. Первый – свои. Второй – кесаре. Третий – сейчас. Ну и что? Смотрите, какая штука. На самом деле, даже после кесаре, может естественным образом родить. Надо только найти специалистов, которые вам в этом могут помочь. И делать это в принципе. Ну, испытывать страх перед родами, немножко волнения – это нормально. Ничего страшного, все будет хорошо. Так, интересно, ваша точка зрения на преждевременные роды. Имею в виду, когда роды в третьем семестре появляются. Заранее благодарю. Ну, это семимесячные, если там рождаются детишки, да? Тое мнение какое. Ну, здесь может быть, что этот ребенок, ему надо было родиться именно так. Ну да. Раньше времени. Опять, мы не забывайте, что дети, они получают свой опыт. И они приходят к нам не чистыми листами, они приходят уже как с какой-то своей кармой, своими задачами. И поэтому, если так получается, значит, ну, так надо было. Спрашивают, почему дергается тело во время медитации. Это нормально. Энергия у вас начнет разблокироваться, поэтому тело начинает прочищаться, и поэтому такие вот микровибрации идут. Или даже очень, даже сильные. Некоторые клиенты во время работы – это нормально. Обязательно ли быть в браке со своим мужчиной, или это не важно? Если хотите насладиться жизнью в полном объеме, лучше быть в браке, и не готовы к этому, то, ну, повремените с этим. Это каждый решает сам. Так, а если любви между супругами уже нет, получится незапланированный ребенок. Как это может на ребенка повлиять? Вот так и может повлиять, что в нелюбви рожденный ребенок, он, к сожалению, лишен этого ощущения. Как это компенсируется? Ну, это не значит, что это все у него, как бы, крест на его жизни. Нет. Опять, он, может быть, появится у тех родителей, и он их научит любить. Знаете, такое тоже бывает. Появляется ребенок, и любовь появляется. Юлия Бондарь спрашивает, во время беременности третьим ребенком узнала о связи мужа с другой женщиной. Он отрицает близкие отношения между ними, но мысль об этом стала моим кошмаром. Скорее всего, Юлия, проблема не только в нем, а в том, что в вашем роду происходило. Медитация прощения, конечно же, поможет снять часть этого напряжения, если до конца не будет уходить. Да. Здесь надо родовые вещи смотреть. Можно самостоятельно через вебинар «Исцеление силы рода», либо прийти на прием и узнаем, откуда ноги растут, и тогда расходируем вашу психику. Так, у нас два запроса есть. Не знаю, успеем мы? Не успеем. Буквально две минуты остались. В следующий раз тогда вы обратитесь, и мы вам все порекомендуем и посоветуем. Ну что, можно прощение сказать? Осталось просто совсем чуть-чуть времени, две минуты. Ну, просто мы как-то так пробежались очень поверхностно. На самом деле все эти проблемы гораздо глубже лежат. и если вас они беспокоят, не бойтесь обращаться за помощью. И реально я могу сказать по своему опыту, что проблемы решаются. Действительно, и дети рождаются, и женщины беременеют. И мне это очень нравится, когда ты помогаешь появиться. И мнение меняется, да, и женщины вырастают. Поэтому не бойтесь. Рожайте побольше детей. Дети это на самом деле счастье. Ну, я помню свои детские фантазии, чего я хотел, да, и памятуя твоих, а потом в жизни все по-другому произошло, и я искренне этому рад. То есть в процессе приходит, знаете, как это, аппетит приходит во время еды, да, а также и вопрос материнства, и родительство раскрывается. Ну, материнство, оно все только завязано на любви. То есть чем больше женщины любви, тем она больше готова к материнству, у нее будет больше детей. И меньше будет препятствий на этом пути. Да, и меньше страха. Друзья, на этом наш прямой эфир закончен. Пожелаю вам хорошего дня. До новых встреч. В понедельник я буду с утра разыгрывать победителей моего диска. У нас 4 ребенка. Да, у нас 4 ребенка. Пока. Чем вечер закончится, неизвестно, да? Вот. В понедельник я выйду в прямой эфир, разыграю свой диск, получит один человек из всех заявок. А потом продолжим и серим этот мир вместе. Поэтому счастливо. До новых встреч. Пока-пока, да? Пойдем, пойдем, пойдем. Счастливо. Inside. Inside. Продолжение следует...